МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый этап децентрализации завершен. Более 1700 мелких общин объединились в почти 400 крупных и финансово-независимых. Все они представляют интересы более 3 миллионов человек. Об этом сегодня на форуме в Киеве отчитались новоизбранные председатели и депутаты объединенных территориальных общин. К собравшимся обратился Петр Порошенко. Глава государства заявил, что высокая явка на выборах, а это около 60% избирателей, свидетельствует о том, что украинцы поддерживают децентрализацию. Такая активность выборцев вкупе с вашей победой демонстрирует, что люди не просто поверили в децентрализацию, а решительно ее поддерживали. Они понимали, что передача повноважений и, главное, денег, финансовых ресурсов, на места отвечает их жизненным интересам. Набу опубликовала очередные детали дела о черной бухгалтерии партии регионов. На сайте ведомства разместили результаты экспертизы почерка 10 подписей в амбарной книге. По мнению экспертов исследовательского центра МВД, они принадлежат главе Центра избиркома Михаила Хендовский. Согласно записям, расписался в получении более 120 тысяч долларов. Однако адвокаты председателя ЦИК утверждают, экспертиза недействительна, так как была проведена всего за сутки вместо належащих 10 дней. И ссылаются на результаты еще одного исследования экспертов Минюста, которые заявили, что выяснить, кому принадлежат подписи в книге, невозможно. И напомню, что Михаил Хендовский проходит как единственный подозреваемый в деле о черной бухгалтерии. Несколько дней назад суд отказал обвинению в отстранении его от должности. Мусорные миллионы, как их заработать хорошо, знают тернопольские чиновники. В особенностях замысловатой схемы наживы разбирались мои коллеги. Теперь этот ЖЭК называют хозяйственным обществом МРИЯ. Обслуживает он дома в центре Тернополя. Директор общества рассказывает, много лет они сотрудничали с компанией Альтфатер, которая занимается вывозом мусора. Ее рекомендовал Гурсовет. Работает это предприятие и сейчас. После того, как городские власти предоставили жителям право самостоятельно выбирать себе сборщика отходов. Действительно ли у Альтфатера самые низкие цены? Местные журналисты решили провести собственное расследование. Еще в 2010 году исполнительный комитет Тернопольского гурсовета принял решение, которым позволил заниматься сбором мусора только трём предприятиям. Собственно, Альтфатеру и еще двум. Это Экотерн и Квартал-Ф. Чем грубо нарушил закон, убеждены в антимонопольном комитете. В городском совете уверяют, их решение носит рекомендательный характер. Правда, представители антимонопольного комитета еще три года назад добились суде, чтобы горосполком все же провел конкурс среди перевозчиков. Но чиновники снова нашли лазейку. Как обойтись без конкурса? Малышевецкая свалка, куда сегодня вывозят мусор из Тернополя, действительно работает незаконно. Но это не повод отказаться от конкурса, убеждены в антимонопольном комитете. Тернопольские журналисты уже подсчитали. Из-за монополии этих трех предприятий жители города ежегодно переплачивают как минимум по несколько миллионов гривен. А если учесть, что ситуация не меняется уже пять лет, то в сумме набегает более 13 миллионов гривен. В ноябре антимонопольный комитет снова обратился в горсовет с требованием, наконец, провести конкурс. И на исполнение дал срок четыре месяца. Ведомстве при этом не исключают, что чиновники снова придумают, как обойти закон. Зиновий Автонас, Жанна Дудчак. Подробности телеканала Интер, Тернопольская область. Львовские активисты снова ловят городской мусор. Они уверены, что машины с отходами не доезжают до полигонов. Из-за всей мусорной мафии города стоит городоначальник садовой. Ночью активисты выследили перевозчиков. Результат их шокировал. Все подробности узнаем мы у Галины Якушко. Новые ночные приключения львовского мусора. Уже по традиции в ночь четверга на пятницу активисты ловят машины с отходами из Львова. На этот раз им удалось отследить места несанкционированного сброса. Сразу два грузовика поймали в лесопосадке возле села Ажида в Бузского района. На место вызвали экологическую службу и правоохранителей. Машины с мусором полиция направила в отстойник. И как потом оказалось, они совсем сбились с маршрута. Один грузовик должен был следовать на свалку в Киев, другой в Днепропетровскую область. Более того, машины были заполнены мы до половины. Весь мусор спокойно поместился бы в один грузовик. Львовская міськая рада одному из этих грузовиков, смятевозов, должна была заплатить за доставку в кинцевый пункт, ориентированно 37-38 тысяч гривен. Но так, как машины проехали не 1180 километров, а 70, соответственно, транспортные витрати предприятия становили 3000 гривен. То есть, возникает логичное вопрос. Те разницы 34 тысячи гривен, которые были не использованы, куда они делались? Это деньги, которые идут в отказ именно садовому. Почему машины не попали в пункт назначения директор компании по вывозу мусора, обвиняет водителей. Водитель, по традиции, оправдывается. У него, мол, внезапно случилась поломка. А что случилось? Что вы забрали на вас? Мы же вернулись, что приходится пробить. В ходу, чтобы убить или спустя? Сам мэр Львова Андрей Судовый, общественную организацию, которая поймала грузовики с мусором, назвал бригадой. Сказал, у перевозчиков есть договоренности с полигонами в других областях, а довозить туда мусор им мешают общественники. И возвращают отходы обратно во Львов. Цель блокады зрозумела. Заболить место смятя. И в такой способ вплинуть на политическую позицию самопомощи в парламенте. Такие новые методы наших оппонентов. Циничные и поза межами здорового глузда. Но вот экологи не верят, что грузовик с мусором ехал для выгрузки в Киев. Ведь он далеко отклонился от предполагаемого маршрута. Почему так случилось? Теперь будет разбираться полиция. Это просто нереально. Тем более, у Жидов это иначе и напрямую. Наши четкие отломочения, что это хотели захоронить где-то в поле. В полиции от комментариев по традиции отказались. Мол, не хотят влезать в разборки мусорной мафии. Даже протокол не составляли. Ведь отходы из грузовиков не выгрузили, а значит и нарушения не было. По последней информации госэкспекции, это не единственный случай несанкционированной выгрузки мусора во Львовской области. Накануне в шахте номер 2 в Червонограде экологи нашли около 50 тонн отходов. А уже сегодня нелегальный мусор обнаружили в Ривне. Всего лишь в 50 метрах от трассы нашли горы отходов. Улики указывают на его львовскую прописку. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. А в Запорожье на взятке погорел прокурор. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Украины. Начальник одного из отделов межрайонной прокуратуры за решение земельного вопроса потребовал 20 тысяч гривен. За эти деньги он предлагал затягивать с уголовным производством, а в дальнейшем и вовсе его закрыть. Дело открыли еще в прошлом году по факту подделки документов на земельные участки на берегу Азовского моря. Общей площадью в 2 гектара. Теперь прокурор-взяточник может лишиться всего своего имущества. Грозит ему до 10 лет тюрьмы с конфискацией. Елочная лихорадка в Сумской области. Там уже раскупили более 30 тысяч деревьев. Сколько из них срубили незаконно и как лесники борются с браконьерами. Наша съемочная группа отправилась в рейд. Удалось ли найти нарушителей? Смотрите в следующем материале. Так прочесывает лес рейдовая бригада, начиная с октября, говорят лесники, практически не вылезает из машин. Охраняют елки. Сотрудник лесхоза Николай даже свой день рождения на посту. В этом году, говорит, тысячи гектаров леса помогает охранять погода. Выпало много снега, поэтому никаких следов не скрыть. А вот и первые нарушители. Идем по следам на обочине. За самосев штрафы не предусмотрены. Впрочем, сосну все же забирают. Чтобы вырастить на месте незаконно срубленного дерева новое, необходимо 400 гривен. На этих пяти гектарах тоже будут рубить новогодние елки. Но лесники выбирают слабые деревья. Они лучше, как это делают воры. Из этих трех, вот эту вырубаем, а эти залишатся. Вот тут одну отстающую вырубаем, а эти залишатся. Такие и пойдут на елочные базары. В среднем цена за дерево 40 гривен. Остальное наценка частников. Чипы мы все, законно. Ну, от 100 гривен. Можно там 90 гривен. От 100 гривен, в принципе, идет цена. Эти елки приехали с севера Сумской области. Из 500 деревьев с чипами уже осталось около сотни. Мы только родились, нам две недели мы выбираем елочку. Да, первая елка должна быть на трене, и самая красивая. Полиция же продолжает ловить машины с зеленым товаром без документов. Один из остановленных водителей заплатил за нелегальный груз штраф около 10 тысяч гривен. Хотя ущерб от его рубки сотни тысяч. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, телеканал Интер, Сумская область. А вот в США на Рождество может быть не до празднований. Там велика угроза терактов. Об этом предупреждает ФБР. Сотрудникам разведки стало известно о намерении террористов ИГИЛ атаковать несколько американских церквей. Пока в ФБР выясняют, насколько такие угрозы правдоподобны. Не забывают Соединенные Штаты и об Украине. Вашингтон выделил Киеву 350 миллионов долларов военной поддержки. Об этом заявило ДИП представительства Украины в США. Накануне Барак Обама подписал бюджет национальной обороны, в котором предусмотрена и финансовая помощь Украине. В этом году она на 50 миллионов больше, чем в прошлом. Всего на военные нужды и политику безопасности США в 2017 году выделят 600 миллиардов долларов. Соблюдать перемирие на Донбассе призвал министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Его обращение опубликовали на сайте МИДа Соединенного Королевства. Ситуация на востоке Украины обострилась, считает Джонсон. По его мнению, единственный шанс достичь мира на Донбассе в следующем году – это соблюдать режим тишины. И напомню, что в среду трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о прекращении огня с 24 декабря. С нуля часов сегодняшнего дня, согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске, должен был установиться режим прекращения огня. Тяжелая артиллерия действительно замолчала. Однако, украинской стороной зафиксированы два десятка обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов. Боевики даже нарушили соглашение об обмене погибшими бойцами в районе Светлодарской дуги. Что происходит в зоне АТО, расскажет Геннадий Вивденко. Украинские бойцы попробовали вытащить с линии огня тело убитого боевика, чтобы передать его той стороне. Однако противник внезапно открыл огонь, в частности из пулеметов и гранатометов. Стрельба была очень плотной. Хотя договоренность была не открывать огонь, а они первые начали огонь открывать. Украинская сторона выполнила полный перечень условий, предложенных ранее боевиками. Все наши бойцы по согласованию были в черной одежде и в желтых жилетах, однако все равно попали под огонь противника. На жаль, нас обстреляли, так скажем, протягом 40 минут пришлось выбираться из того места. Стреляли прицельно, но не влучно. Это меня радует, потому что я сейчас могу с вами уже спілкуваться. Вместе с тем с полуночи в районе Светлодарской дуги боевики прекратили обстрелы из тяжелого вооружения. Жители поселка Мироновка, Луганская, города Светлодарск смогли вздохнуть с облегчением. Вот крупнокалибинный снаряд разрушил сарай мирных жителей поселка Луганская. Там были куры, утки. Всего пару метров до жилого дома. Там было 4 человека. У местной жительницы Любы наконец-то появилось время разобрать остатки сарая для живности. Такого, как последние дни, она не переживала уже давно. На южном фланге Светлодарской дуги украинские войска заняли поселок Новолуганское. Боевики открыли огонь, двоих бойцов контузило. Поселок в серой зоне, по Минским соглашениям, должен быть под контролем ВСУ. По официальному заявлению украинского командования, так нужно выровнять линию фронта после занятия территорий в районе Луганского. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Совет безопасности ООН осудил Израиль. Еврейское государство ведет строительство на западном берегу реки Йордан. Это территория палестинской автономии. Но на ней расположены еврейские поселения. В Иерусалиме решение ООН осуждают и приписывают авторство Бараку Обаме. Подробности расскажет Сергей Ауслендер. Резолюция осуждает поселенческую деятельность Израиля за так называемой «зеленой чертой», то есть в границах нынешней палестинской автономии, призывает Иерусалим немедленно прекратить там любую активность. Проект этой резолюции должен был поначалу внести Египет, но после разговора с Бениамином Нетаньягу и Дональдом Трампом в Каире передумали. Поэтому проект вносили уже Сенегал и Новая Зеландия. Большинством голосов резолюцию приняли. Украина проголосовала «за». В Израиле считают, что автор этого документа, уходящий американский президент Барак Обама, это его администрация, последовательно все 8 лет проводила в жизни идею о создании палестинского государства. Но палестинцы, разумеется, празднуют победу. Это день надежды. Это победа для всех, кто верил в достижение мира, верил в решение два государства для двух народов. И это полное поражение для всех экстремистских сил Израиля, которые хотели похоронить эту идею и которые построили режим апартеида. Надо сразу отметить, что резолюция – это, что называется, «non-mandatory declaration», то есть никаких распоряжений к действию с юридической точки зрения она не содержит. Тем не менее, в Иерусалиме ее восприняли весьма болезненно. Из Новой Зеландии и Сенегала отозваны послы. Нетаньягу распорядился прекратить всяческую помощь Сенегалу в этой африканской стране. Израиль осуществлял очень много проектов, связанных с экономией ресурсов и с их глубокой переработкой. США при голосовании воздержались. Представитель Вашингтона в ООН Саманта Пауэрс заявила, что поселение, конечно, серьезная проблема и действительно препятствие на пути к миру. Но если завтра они исчезнут, то мир точно не наступит. Тем не менее, своим правом вето, несмотря на обыкновение, несмотря на традиции, Америка на этот раз не воспользовалась. Кто дал Вам право принимать такое решение, отрицающее наши извечные права на Иерусалим? Сможет ли этот совет иметь наглость осуждать Вашу страну, если она будет что-то строить в собственной столице? Вот сейчас Вы увидите карту. Красным цветом на ней обозначен район, который называют в мире западным берегом реки Иордан. Здесь это называют Иудеи и Самария. В этот же регион входит и часть районов Иерусалима, в основном восточный. Это и есть административные границы палестинской автономии. Но там же внутри находятся и десятки еврейских поселений, в которых на данный момент проживает примерно полмиллиона израильтян. Палестинцы считают эти населенные пункты главным препятствием на пути к миру. Рамала настаивает, что без полного прекращения строительства и какого-либо развития инфраструктуры внутри этих населенных пунктов никакие мирные переговоры невозможны. Иерусалим отвечает, что это неправильно, что переговоры возможны только прямые, без посредников и без предварительных условий. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. А вот ультраправая Марин Ле Пен пугает Европу Фрекзитом. Лидер партии Национальный фронт и кандидат в президенты Франции заявила греческим журналистам, Парижу нужно выйти из ЕС, НАТО и вообще из еврозоны. Ле Пен пообещала, что Фрекзит будет частью ее предвыборной программы. Также лидер ультраправых распритиковала евровалюту, назвав ее инструментом шантажа. В Тунисе задержали племянника Аниса Амри, подозреваемого в убийстве 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине. Следователи выяснили, что родственник террориста тоже поддерживал ИГИЛ. Он общался со своим дядей и собирался присоединиться к террористической группе в Германии. Кроме племянника арестовали еще двух подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ. Я напомню, что вчера ночью полиция застрелила Аниса Амри в Милане. Родственники погибшего в Берлине украинца получат компенсацию от немецкого правительства. Об этом в Твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Сумма от правительства в Германии составит 10 тысяч евро. Я напомню, что вчера полиция Берлина официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря. Праздник для детей с особыми потребностями и маленьких переселенцев с востока Украины в Кривом Роге устроил фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива». Там провели конкурс семейного творчества на лучшую новогоднюю игрушку. Участники своими руками создавали подарки к рождественским праздникам для своих сверстников, которые сейчас находятся в реабилитационных центрах. В конкурсе приняли участие более 500 мальчиков и девочек, побывала на празднике и наша съемочная группа. В Кривом Роге Дом культуры мы с Тецки на один день отдали детям. В холле развесили сотни новогодних игрушек. Илья держит в руках колокольчик, признается. Это первая подделка, которую он выставил на конкурс. Чтобы игрушка получилась красивой, помощи просил у родителей. Мы делали из бутылки, а потом покрывали краской золотой. Домик счастья для своих сверстников создала и Оля Куприна. Не без помощи папы. Девочка говорит, в Новый год это будет самым лучшим подарком. Мы это делали всей семьей, поэтому это счастье, это моя семья. А эту новогоднюю елку дети мастерили вместе с народным депутатом Александром Вилкулом. В конкурсе принимали участие как наши земляки. Я только что игрушку делал вместе с Олей и Дашей, которые из Кривого Рога. А также дети переселенцев. Илья Гвоздь только что тоже принимал участие. Очень хороший мальчик. Все это дети создали своими руками. Самой младшей умелицы 5 лет. Семьи переселенцев, которые участвовали в конкурсе, рассказали. Собирались в канун праздника в Криворожском центре. Помощи все вместе. Как одна большая семья. Наталья в новогоднем конкурсе принимает участие впервые. Пытается отвлечь детей от мыслей об оставленных домах. Два года назад они сбежали от войны. Из Луганска переехали в Кривой Рог. Конечно, скучаем. Конечно, потому что приходится постоянно переезжать с квартиры на квартиру. Как бы полноценного праздника не получается. Наталья признается, собираясь вместе, дети хоть немного отвлекаются. А что еще ты хочешь, чтобы тебе подарил? Выцинайся. Это все слега игрушек. Жюри конкурса выбирало победителей в четырех номинациях. Но подделок было так много, и они были выполнены с такой любовью, что организаторы решили выделить дополнительные призы. Подарки от фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» получили все участники. Я счастлив, что нам удалось сегодня создать нашим конкурсом вот эту действительно домашнюю семейную атмосферу. Мы говорим, что Украина единая. Для того, чтобы она такой была, мы должны согреть теплом наших сердец тому, кому сейчас сложнее всего. Все подделки, а их сотни, благотворительный фонд «Украинская перспектива» передаст детям, которые сейчас находятся в реабилитационных центрах Кривого Рога. Елена Медлюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал «Интер» Днепропетровская область. Делегация Украинской православной церкви во главе с митрополитом Мануфрием киевскими всей Украины прибыла в Тбилиси. Там отмечают 39-ю годовщину со дня интернизации патриарха Ильи. В составе делегации вардеп от оппозиционного блока Вадим Новинский, он поздравил Святейшего с этой большой датой и отметил, что патриарх Илья – пример истинного служения Богу и людям для всего православного мира. В свою очередь, патриарх сказал «Всегда молится за Украину». Патриарх Илья является для всего православного мира без прикрас настоящим примером истинного служения Богу и людям. Патриарх Илья, в свою очередь, передал слова поддержки блаженнейшему Ануфриу в это нелегкое для Украинской православной церкви время И сказал, что он всегда молится за блаженнейший митрополит Ануфрия, за нашу церковь каноническую и за Украину. Чтобы на Украине как можно быстрее был мир и согласие. Праздничный флешмоб. Сегодня утром на железнодорожной станции в Смеле Черкасской области пассажиров встречали рождественской песни. Едва выйдя из поезда, люди тут же становились участниками действия. Подробнее расскажет Станислав Кухарчук. Начало девятого утра. ЖД-станция в Смеле шумит, как улей. Кто-то ожидает отправки поезда, кто-то только приехал. Но едва на станции слышатся первые ноты щедрока, вокзал будто замирает. Завораживающая мелодия доносится из каждого уголка вокзала. Во время исполнения певцы начинают сходиться к центру. Таисия ждала на вокзале мужа и даже не подозревала, что окажется на таком представлении. Сосчитать участников невозможно. Профессиональные вокалисты ничем не выделяются среди общей массы пассажиров. Юрий признается, пели в два десятка голосов. В здании вокзала выбрали специально в нем хорошая акустика. И повод для флешмоба серьезный. В этом году выполняется 100-летний день первого выполнения щедрока, известного украинского композитора Леонтовича. И поэтому такая вот речь, мы проникли с этим всем. Самому младшему артисту выпала главная роль – начинать исполнение. Но петь щедрок в одиночку восьмилетний Тихон отказывается. Говорит, непрофессионально. Организатор флешмоба доволен. Представление удалось. Хотя могло и вовсе не состояться. Максим уверяет, труднее всего было не артистов собрать, а уговорить железнодорожников. Зато зрителям действие так понравилось, что они даже вызывали артистов на бис. Тем пришлось исполнять щедрок второй раз. Станислав Кухарчук, Олег Клименко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Сколько денег Ангеле Меркель не жалко на праздничный стол? Почему Санта под колпаком у американских ПВО и чем на Рождество балуют посетителей ресторанов Токио? Это вы узнаете из нашего международного обзора. 100 евро потратила на продукты для рождественского стола Ангела Меркель. Журналисты Бильд узнали, канцлер купила картофель, паприку, творог, сливочное масло. Всего около 30 позиций. В супермаркет ходила с тремя охранниками. Обычно фрау вместе с мужем отдыхает на Рождество в Швейцарии. В этом году, очевидно, будет праздновать на родине. Барак Обама поздравил американцев с Рождеством. Последний раз в должности президента страны. Видеообращение традиционно записал вместе с супругой Мишель. Пара много улыбалась. Обама напомнился отечественникам о христианских ценностях и своих достижениях на посту главы государства. Политик покинет должность 20 января. Тем временем специалисты противовоздушной обороны США начали отслеживать новогоднее турне Санта-Клауса. Традиционно возглавляет операцию «Объединенное командование ПВО». Любую информацию о путешествии Санты военные публикуют на отдельном сайте. Проект стартовал еще в 1955-м. Один из крупных супермаркетов разместил объявление для детей «Позвони Санте». Но номер указали неправильный. По ошибке миллионы детей звонили на горячую линию ПВО США. В преддверии Рождества даже протесты праздничные. В Сеуле тысячи людей вышли на демонстрацию в костюмах Санта-Клауса. Всего собралось около полумиллиона человек. Скандировали подарки детям наручники ПАК. Девятую неделю подряд корейцы требуют отставки президента страны ПАК Кин Хе. Ее подозревают в коррупции. Чудесное спасение засняли камеры наблюдения в китайской провинции Чжэцзян. Трехлетний ребенок выжил в жутком ДТП. Водитель грузовика решил проскочить на красный и не заметил на пешеходном переходе женщину с коляской. В итоге малыш отделался легкими ушибами. Водитель признал свою вину, его ожидает суд. Необычное праздничное меню предложил ресторан в Токио. Накануне Рождества посетители могут отведать бутерброды с саранчой. Насекомых подают с клубникой и просто на тарталетках. Предварительно тщательно обжаривают. Гурманы выбирают, кем будут ужинать. Живых насекомых держат в пластиковых боксах. На десерт предлагают личинки осы. Сладкие и хрустящие. Их готовят в соевом соусе и подают с сахаром. Наш эфир подходит к концу. Не пропустите завтра в 20.00. Итоговая программа подробностей недели с Алексеем Лихманом. И вот в двух словах о чем пойдет речь. С метавыживание. Как изменит жизнь украинцев государственный бюджет на следующий год? И сколько теневых денег в нем спрятано? Банковский «Титаник». Кто довел приват до национализации? И не утонут ли банки поменьше в этом водовороте? Криминальный роман. В каких отношениях состоит преступный мир с правоохранителями? И когда их удастся развести по разные стороны? С Новым годом! С новыми ценами! Какие товары уже с 1 января станут недоступными для украинцев? И каких ценовых потрясений ждать в 2017-м? Больше новостей вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности Юэй. Приятного вам субботнего вечера. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!